Девушки отдыхают Приветствуем вас. Слово «захват» уместно в данном случае использовать? Наверное, да. Потому что захват – это когда, наверное, ты забираешь чужую собственность и удержишь в своем пользовании или владении силой. То есть это не вторжение все-таки или захват? Вы знаете, на самом деле, наверное, сейчас регулируется этот объект теми людьми, кто туда зашел. Наверное, все-таки больше это захват, чем вторжение. Регулируется это, охраняется? Регулируется режим хода, режим выхода. Хотя говорят, что все это открыто. Вот, одесситы, заходите, пользуйтесь этим. Ну, то есть я считаю, что это, конечно, сегодня нонсенс. Мы живем в правовом государстве. То есть подобные вещи недопустимы ни при каких режимах, ни в каком строе. Ну, может быть, только в каком-то северокорейском. Если ничего не происходит просто так, даже если не происходит ничего, это тоже не просто так. И все-таки, если это произошло, кому это нужно? Чье противостояние? Чей заказ? Я думаю, что это частные интересы неких лиц. Одно из фигурантов, владелец сегодня Большой Московской. То есть Руслан Тарпан это все самоорганизовал? Руслан Серафимович? Нет. Я не сомневаюсь, что он на это способен. Мы знаем его как хорошего бизнесмена. Он из, так сказать, старой гвардии. То есть я лично с ним знаком. Он действительно очень многое делает. У него очень хороший вкус. Да, это мы и видим. Да, он может просто делать все это очень долго. То есть очень долго. Очень долго. И конечный результат. Мы не видим конечного результата. Это самая большая проблема. А нравится вам, как выглядит сегодня гостиница отреставрированная? Ну, честно говоря, нравится. Я там ее сугубо субъективно не хочу ее распространять. Мне нравится все, что было там раньше. Это гораздо красивее. Выдело, что она не функционирует. Но это дело, опять же, Руслана Тарпана. Все же это дело Руслана Тарпана? Или у него есть определенные обязательства перед городом, в частности, перед вами, депутатами, перед мэром? Я повторюсь. Да, действительно, есть инвестиционные договора. Когда он должен был построить здание. Но открыть, чтобы оно функционировало, обязательств у него не было. Давайте прямо сейчас. Есть обязательства по дому Руслана. Понятно, что там был создан какой-то частный жек, который реставрировал все дома. И сегодня в том плачевном состоянии, что находился дом Руслана, невозможно было находиться. И сегодня мэрия отсудила право управления этим домом. Услышим прямо сейчас одного из участников акции. Сейчас мы услышим от него комментарий. Либо это захват, либо это вторжение, либо какая-то другая позиция. Константин Василец, заместитель главы Одесской организации «Всеукраинское объединение свободы». У нас на телефонной связи. Приветствуем вас, Константин. Как вы для себя называете случившееся? Одним словом, если можно. Захват? Власне, через ювизненность самого постаті Тарпана и, в принципе, через невизначенный юридический статус, перетрубации и перипетии навколо цієї будивлі, мы совершим громадский контроль и безперешкодный доступ от ситов до цієї будивлі з метою привернення уваги до проблематики архитектурных памяток. И, в частности, на прикладе отеля «Велика Московская». Мы совершим громадский контроль, чтобы безперешкодный доступ от ситов. Так само запобігаємо мародерству і всім іншим речам, які можуть нести за собою такі благи. Ну, по поводу мародерства, интересно, як получится это 1 апреля, если цей вопрос не разрешиться до 1 апреля, сохранить здання в надлежащем виде і внутри сохранить все імущество. Відношение... В нашій організації вистачить сповна для того, щоб забезпечити повний і однозначний порядок. Так, повірте мені... Ви гарантируєте його, скажіть, пожалуйста, на 1 апреля, в частності, гарантируєте, що здання не буде повреждено никаким образом? Повірте мені, вже на територію цієї будівлі зайшло, напевно, тисяча одеситів. Особливо в останній вихідні це було просто безперервний потік. Але, тем не менше, я пореконний в тому, що, я думаю, це підтвердить будь-хто, навіть рослинники компанії «Инкора», навіть правоохоронні органи, які мають так само безперешкодний доступ в цю будівлю, вони поможуть спокійно зайти і прокуратися в тому, що порядок, який ми тільки обезпечуємо, є на найвищому рівні. Хорошо услышали. Константин, ви знаєте о тому, що, ну, по крайній мере, об цьому нам сейчас говорить Андрей Кисловський, що мэрия відсудила право управління. Ви говорили все-таки о домі Русова, да? Да, о домі Русова. Окей, я просто подумала, що ви маєте в виду. Дома Русова. По поводу того, кому все-таки може бути вигідно, ну, і в частності, заангажувати вас, як общественну організацію, я имею в виду «Свобода», в тому числе і «Сокола», от кого, ну, скажімо так, поступил сигнал? Чия ініціатива, чесно нам розказувати? Загалом, ми продумували, зокрема, цю акцію вже далеко не один тиждень. У нас за роки нашої діяльності накопичилося багато юридичних документів. Ми на пульсі тримаємо багато резонансних тематик в нашому місті. Воно, зокрема, проявляється в нашій яскравій і однозначній жорсткій принциповій і послідовній діяльності. І, зокрема, в останні тижні нам було охвалено рішення. Ми підготували з усіх сторон і юридичні засади, і, в принципі, наше організаційне членство, організаційні моменти, для того, щоб власну становити, я вже говорив, громадський контроль. Я не зрозумілаш, що питання просто. Дві фінансові групи, які, можливо, імеють інтереси в отношії гостиниці «Большая Московська». Возможно, не договорились, з-за чого ми видим последні события вокруг цього здання? Дивіться, я можу об'єктивно судити, зокрема, виходячи з заяви «Інкора», яка вийшла, якщо не помиляються, в п'ятницю або в суботу. Зокрема, в якій там зазначається якась майчня, що ми там плануємо якісь провокації, при тому, що ми не закривалися в цій будівлі, ми влаштовуємо там реально безперешкодний доступ. Будь-хто абсолютно туди заходить. Зокрема, текст, який викладений представниками компанії «Інкора», який був опублікований на багатьох удейських сайтах, там, зокрема, говориться, що ми намагаємося розкачати ситуацію в місті, через Тарпана намагаємося вдарити Патруханову. Тобто, я не знаю, насправді, до яких фантасмагорій можуть доходити... Ну, вот, возможно, Андрей Кисловкий знає, он у нас знаходиться прямо сейчас в студії. Андрей, ну, могло бы ли это быть всевыгодно мэру города, так как вы представитель фракции, доверяя делам? Вы знаете, на самом деле, что наша фракция, что весь депутатский корпус, в том числе мэр города, заинтересован, чтобы все конфликты либо разрешались путем переговоров, либо в правом полі, то есть в суде или в других арбитражних інстанциях. Я скажу так, что, ну, вот, мое личное мнение, могу процитировать, есть великий диктатор, был великий диктатор в Чили, Пиночет. Он, когда пришел к власти, он сказал, говорит, меня все интересует. Мне только интересуют, только две вещи. Это церковь и частная собственность. Потому что это два, две глыбы, на которых базируется любое демократичное общество, да? И если мы что-то начинаем шатать, мы это видели, что рушится все. Это делает сейчас непосредственно Константин. Он шатает и не уважает право частной собственности в правовом государстве. Разные есть, разная акция, формат акций может быть разный. Можно стать, скандировать что-то, можно что-то еще сделать. Есть разные акции, которые могут проводить те или иные организации. А почему вот именно таким образом поступили организации «Соколы свободы»? Я не знаю, но почему вы меня спрашиваете, я не знаю. Да, Константин, пожалуйста, два вопроса к вам. Если можно быстро, считаете ли вы это гостиницу «Большая Московская» частной собственностью? Ну, не конкретно вы, а ваша организация, судя по всему, вы представляете ее интересы. И нарушили ли вы закон вообще в этих действиях? Как известно, в принципе, то, что вы сейчас говорите, это уже наслідки. Когда уже кто-то опорирует такими категориями, как непорушность приватной власти и так далее. Безусловно, речь, эта проблематика, вона чётко прописана в законе, в Конституции, и она реально не порушена. Но это все на все наслідком. Мы не говорим на правильный жаль про то, как закупики продавались памятки архитектуры недобросовестным забудовникам, которые за годы своей деятельности яскраво себя показали. Передусім, мы маем говорить про то, что в нашей стране есть правовый вакуум. У нас сообщественные отношения, громадянское общество, вы переживаете своим разведком системы законодательства. Нет, вы можете прямо ответить. Вы уважаете право людей на частную собственность, в частности бизнеса. Константин. Сдаются такие випадки, что у нас иде ситуация, когда иде невидповідность сообщественных вимог до системы законодательства. Это даёт право нарушать закон. И начать вырушить юридические департаменты, профильные установки, правоохранные органы, прокуратура, Минкультура и всех других, на больший жаль, можно змусить как-то реагировать и как-то запустить незворостный процесс ответственности для недобросованных забудовников только потужным вуличным или громадским тиском. И наша акция не все самое... Итого народный суд, правильно, в правовом государстве. Чтобы эта проблематика стала на порядок денный и эти процессы начали реально рухаться позитивно для действительно сторон. Интересно, если бы кто-то захватил квартиру кого-то из участников данного процесса. Например, Константина, да? И можно это было наоборот ситуацию, перевернуть бы. Какая была бы риторика в этом? Ну давайте спросим, Константин, вот если бы к вам в квартиру, в ваш дом, на вашу частную собственность зашли люди и сказали, ну вот хотим, чтобы теперь и другие одесситы могли там... Да, ну Константин, на самом деле полцентра города одесситов живут в памятниках архитектуры. Да, услышали. На самом деле, понятно, очень мало времени остается. Памятниках архитектуры, он, соответственно, мает нести ответственность за то, что без нее в эксплуатацию. Это друг пожелать инвесторами. Вкладывайте деньги. Спасибо, Константин. Да, услышали вас. Спасибо большое, Константин Василец, представитель ВО «Свобода», Андрей Кисловский, депутат Одесского городского совета. Андрей, скажите, Руслан Тарпан, который является собственником этого здания, где он сейчас находится? Я не знаю. Вы не знаете, может быть, такой своеобразный призыв Руслану, да, вернись к нам и выполни перед нами свои обязательства, я имею в виду, ну, в частности, от мэра города Геннадия Трухана. Ну, таким вот изящным образом. Вы знаете, я говорю, я очень уважаю Тарпана, то, что он сделал для города, но последние его поступки, конечно, они не лицеприятны. Это систематическое нарушение условий договоров, по многим памятникам архитектуры, и нам действительно, как городской территориальной громаде, вот это неприемлемо сегодня. И позиция того, что он не выполняет обязательства, взятые перед собой, это, конечно, имеет место. И сегодня, насколько я знаю, подано было много исков в отношении Руслана, компании, подконтрольной Руслану Селефимовичу, для цели обязательства выполнить эти условия. Так, и как он тогда реагирует на все иски и попытки вызвать его? Все эти иски идут в правовом поле, рассматриваются в судах, и суды принимают справедливые решения. Вот на примере дома Русова, сегодня дом Русова будет отреставрирован благодаря тому, что суд принял решение о передаче его, сегодня возврата его к городу. Полностью в коммунальный собственность? Да, и это законный собственность. Нет, я имею в виду, сегодня балансодержатель этого дома, территориальная громада, а не частная компания, именуемая там ЖЭО, Ренессанс, насколько я понимаю. И поэтому мы можем тратить деньги, мы можем, городские деньги, на восстановление бюджетов, идут переговоры с собственниками частными, там несколько собственников нежилых помещений, я так понимаю, они находятся в частной собственности, нежилые помещения расположены в доме Русова, идут переговоры с ними. Они дали свое согласие, насколько я знаю, половина из них на восстановление этого дома в первоначальном виде, в первоназданном виде. Все согласовано, то есть идет переговорный юридический процесс. Понятно, что с Московской, когда ее будут открывать? Ну ее уже открыли, но в общем-то эта гостиница, наверное, в другом виде должна существовать. Сторона процесса, я говорю с точки зрения территориальной громады, потому что избиратель избрал меня, и вот я выражаю их интерес, и сегодня они совпадают. И свое мнение, да. И свое мнение, да. Хорошо, спасибо. Он сказал, что я считаю нужным. То есть, действительно, есть факт нарушения многих позиций договора с одной стороны, но и факт есть нарушение закона с другой стороны. Ваш прогноз, после того, что произошло, как быстро Руслан Тарпан отреагирует, и будут ли завершены работы по гостинице? Я надеюсь, Руслан Серафимович примет правильное решение, он опытный бизнесмен. Ну, тем более, столько уже сигналов. Да, он опытный бизнесмен, он политик в прошлом, поэтому я считаю, что он должен отреагировать какими-то решительными действиями. Я хочу ему сказать и призвать его, чтобы он выполнил все обязательства перед городом, потому что он это сможет сделать, если захочет. Потому что, на самом деле, это будет и ему, и нам, и действительно, всем. Спасибо вам большое, услышали ваше мнение. Андрей Кисловский, депутат Одесского городского совета. Далее новости. Алла Есина ознакомит вас с последними событиями. После новостей авторская программа «Ни слова о политике». 18.10 вернемся. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова